В эфире Лидского телевидения информационная программа события в студии Алексея Водейко. Здравствуйте! Начинаем выпуск с анонса материалов наших корреспондентов. Награды за работу в условиях пандемии коронавируса в Гродненской области честовали социальных работников. Для удобства водителей в Лиде планируется построить новый участок объездной дороги в сторону завода горячего цинкования и расширить проезжую часть от улицы Рыбиновского. За порядок и чистоту лидчане благоустраивают свои дворы. И снова звучала средневековая музыка, а рыцари вели бои. Лидский замок пригласил на рыцарский турнир. А сейчас подробности. 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. На территории Лиды и Лидского района в этот день работали 74 участка для голосования. Все они закрылись в 8 часов вечера, после чего участковые комиссии начали подсчет бюллетеней. Были вскрыты урны для досрочного голосования, урны для голосования на дому и урны основного дня выборов. По информации Центральной избирательной комиссии, явка на президентских выборах по стране превысила 84%. За действующего главу государства Александра Лукашенко отдано 80,08% голосов. Награды получили работники социальной сферы. В Гродненской области чествовали тех, кто в период эпидемии коронавируса работал в учреждениях социального обслуживания населения. Торжественное мероприятие состоялось в Лиде. Награды вручал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. Обращаясь к работникам социальной сферы, он подчеркнул, что соцучреждения в Гродненской области, в том числе и на Литчине, вовремя переключились на новый режим работы, вахтовый, и это позволило избежать случаев массового заражения COVID-19 в домах-интернатах и отделениях круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов. В домах-интернатах в Березовке и Минойтах в Лицком районе вообще не регистрировались проживающие с коронавирусной инфекцией. Всего же по Гродненской области диагноз COVID-19 был выставлен менее чем 50 проживающим в социальных учреждениях. Меньше было только в Витебской области. С целью предупреждения распространения коронавируса в области работала телефонная горячая линия. Обратившимся пожилым людям и инвалидам, социальными работниками и волонтерами Белорусского общества Красного Креста была оказана помощь в доставке продуктов и лекарств. Наши люди, работающие в социальных учреждениях, проявили самоотверженность, когда они ушли работать на вахтовый режим работы, который требовал на 14 дней закрыться в учреждениях, для того, чтобы оказывать помощь тем людям, которые нуждаются. Были созданы необходимые условия для этого, условия проживания, условия питания. Глубое государство было принято решение о дополнительном материальном симулировании работников социальных учреждений, аналогично тому, что делалось в учреждениях здравоохранения. И вот все эти меры, они позволили нам действительно обезопасить людей, проживающих в учреждениях социального обслуживания от болезней. И сегодня почетными грамотами министерства, благодарностью министра, были награждены те работники учреждений социального обслуживания в Родинской области, которые проявили себя в этот период. Это представители самых различных профессий и категорий. Это и социальные работники, те, кто приходит на дом, оказывает социальные услуги пожилым людям. Это и младший медицинский персонал, и повара учреждений социального обслуживания, кто ежедневно рядом с теми людьми, которые нуждаются в нашей поддержке. Также чествовали представители Белорусского общества Красного Креста, наших социальных партнеров, которые вместе с нами участвовали в этой работе. Я хочу сказать, что слаженная работа учреждений социального обслуживания в Родинской области, она позволила минимизировать риски заболевания населения в Родинской области. Среди награжденных были представители личины. Благодарности министра по труду, занятости и социальной защите удостоена медсестра Лицкого психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов Анна Кулыгина. А почетной грамотой министерства, заведующая отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Лицкого районного территориального центра социального обслуживания населения Людмила Левдорович. Полученная мною награда – это заслуга всего коллектива отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Благодаря сплоченности и единомышлению каждого возможно справиться с любыми трудностями. Я благодарю за помощь и понимание сложности нашего труда руководства Лицкого районного территориального центра социального обслуживания населения и управления по труду, занятости и социальной защите Лицкого райисполкома. Директору районного территориального центра социального обслуживания населения Татьяне Петух на мероприятии была вручена юбилейная медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне». В Лиде планируется построить новый участок объездной дороги в сторону завода горячего цинкования и расширить ее проезжую часть от улицы Рыбиновского. Предложение разработано предприятием «Гродноавтодор» и находится на контроле Гродненского облсполкома и Министерства транспорта. Данная инициатива обсуждалась на встрече руководства Лицкого района с председателем Гродненского облсполкома Владимиром Кравцовым и генеральным директором предприятия «Гродноавтодор» Валерием Венсковичем. Предложенный план предусматривает расширение проезжей части до четырех полос движения от улицы Рыбиновского до Т-образного перекрестка. А вместо сегодняшнего Т-образного перекрестка планируется обустроить кольцевое движение с пешеходными переходами. От него объездная дорога будет продлена к отремонтированному участку в районе предприятия «Конус». Председатель Лицкого районсполкома Сергей Ложечник походатайствовал о включении данного плана в государственную программу по развитию и содержанию автомобильных дорог на ближайшую пятилетку и выделении средств для его реализации, которая позволит увеличить пропускную способность дороги и упростит движение транспорта, в том числе и транзитного. Мы сегодня еще раз сверили свои планы и намерения уже на следующие пятилетки, на следующие годы, 2021-2025, чтобы нам реализовать один из проектов инженера транспорта инфраструктуры – это обход города Лиды по трассе, начиная от Воронова, от перехода на Литву и заканчивая вот эта трасса, которая идет дальше туда, на Новогрудок, на Кареличи. Сегодня она передана, этот обход на баланс и во владение Министерства транспорта, то есть в республиканскую собственность. Недавно пришло к нам такое решение правительства, поэтому мы вместе с представителем Гродно-Автодора определились со всеми планами. Как мы будем реализовывать вот этот обход. То есть он в принципе есть, но, наверное, горожане знают очень хорошо, насколько трудная часть участков для проезда сегодня. Они нуждаются в серьезной реконструкции, в обустройстве, в принципе, четырехполосного движения, по две полосы в каждом направлении. Ну и с обустройством некоторых развязок в виде кольцевых развязок и иных инженерных сооружений. Поэтому мы определились, что в этом году мы отработаем программу с Министерством транспорта для того, чтобы со следующего года приступить к реализации. Это и проектные работы, и строительные монтажные работы. Определяемся по затратам, какие нам нужны будут средства для этого по годам. Ну и я думаю, что где-нибудь в конце года мы уже более конкретно скажем, какое время, какие этапы будут делать. А вообще намерения такие, чтобы за 2-3 года этот обход сделать. Личанам не безразлично, как выглядят их дворы. И это подтвердили жители трех домов по улице Машерова. Они организовали субботник и благоустроили свой двор. В июне во дворе домов номер 13, 11, 9 и 9, корпус 1 по улице Машерова Работники лицких тепловых сетей, СМУ номер 7 и жилищно-коммунального хозяйства провели ремонт теплосети. После коммунальщики расширили проезжую часть во дворе и обустроили места для автотранспорта. При строительстве этих домов парковка в проекте не была предусмотрена. Но уж очень была необходима жильцам. Со своей просьбой они обратились к председателю лицкого райисполкома Сергею Ложечнику. И глава района их услышал. Нас услышали местные власти. Спасибо, что услышали нас. Сделали нам парковочные места, расширили проезжую часть. По небольшой просьбе, по инициативе ЖКХ, может могли бы мы помочь немножко в благоустройстве. Но наш народ очень отзывчивый. Все вышли на субботник, развесили объявления. И люди, как видите, работают. Обычно благоустройством территории, где лицкие тепловые сети проводят ремонтные работы, занимается это предприятие. Но в случае с двором на улице Машерова был запланирован его ремонт, после которого за работу взялись местные жители. Инвентарь им предоставила лицкое жилищно-коммунальное хозяйство. Были выделены лопаты, метлы, грабли и ведра. А также был предоставлен трактор для вывоза мусора и камней. Совместными усилиями лицчане за несколько часов привели в порядок дворовую территорию и детскую площадку на ней. В связи с тем, что по адресу Машерова, дом 9, дом 9, корпус 1, 11, 13, проводились работы по текущему ремонту теплосети. В ходе восстановительных работ был также проведен текущий ремонт в данном дворе. И также в связи с обращениями граждан. В ходе этого текущего ремонта было увеличено количество парковочных мест в связи с тем, что на сегодняшний день у нас автомобиль считается не роскошь, ее средством передвижения. И парковочных мест мало во дворах. Было увеличено количество парковочных мест до 40 мест в данном дворе. Также по инициативе сознательных наших граждан была инициатива от жильцов дома провести в данном дворе субботник, благоустроить территорию. Мы данную инициативу поддержали, оказали свою помощь жильцам двора техникой, инвентарем уборочным. Жилищно-коммунальное хозяйство готово поддержать любую инициативу, касающуюся благоустройства города. Так что здесь главное желание литчан – сделать свой двор чище и краше. Меч Литского замка снова увидели литчане. Такой подарок ко дню города землякам сделали районный центр культуры и народного творчества и любительская студия рыцарских искусств Диэс Магна. Чем удивляли средневековые рыцари и кто создавал атмосферу, того времени расскажет Ольга Купрашевич. В этом году клубов участников рыцарского турнира в Литском замке было гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Однако от этого он не стал менее зрелищным. Рыцарям Минского клуба исторической реконструкции «Велькомир» удалось удержать внимание зрителей в течение часа. Именно столько длилось их выступление. 12 бойцов, которые выходили на ресталище, показали средневековые бои и оружие, которое использовалось в XIV-XV веках. Зрители увидели стандартный меч-щит, одноручный меч, треугольный щит-баклер, двуручное оружие полыксы, алебарды, копья, маргенштерны и цепы. Все это, а также доспехи участники клуба «Велькомир» изготовили сами. В основном это все реплики исторических доспехов, которые стоят в музеях Западной Европы или США. Это доспехи на начало XV века, на конец XIV, то есть как реплика музейный экспонат. То есть мы стараемся сделать максимально близкое к тому, что стоит в музеях. И очевидно, для того, чтобы можно было в нем воевать, то есть мы его оптимизируем под реалии турнирного боя. В отличие от представлений прошлых лет, в этом году в Лидском замке не было бугуртов. Рыцари выступали парами, а их сражение длилось две минуты. Были моменты, когда итог боя определялся досрочно. Вместе с рыцарями в Лиду приехали их оруженосцы и дамы сердца. Первые помогали воинам подготовиться к бою, а вторые позаботились об их подкреплении. Участница клуба «Великомир» Елизавета Чугаевская рассказала, что средневековые рыцари по минимуму употребляли в пищу соль. В основном в блюдах для них использовались специи. Именно они бодрили и придавали силы. Спустя столетия для своих рыцарей девушки тоже готовят еду по средневековым рецептам. В Лиду Елизавета Чугаевская ехала с особым чувством. Ведь именно здесь когда-то она впервые увидела рыцарский турнир. Это место моей огромной любви к средневековью. Здесь я впервые оказалась на таком же представлении и спустя время перешла в этот клуб. На турнирах мы обычно помогаем мальчишкам с доспехами, одеваем ребят, приносим воду, подаем оружие, делаем все, чтобы им было комфортно на турнире. Мне это очень интересно. И само оружие, и готовка еды средневековой. Все вот эти рецепты, они все имеются в наличии, их можно найти. И мы их находим и стараемся по этим рецептам восстанавливать средневековую еду. Участники столичного клуба «Великомир» знают лидского зрителя и всегда готовы выступать для него. Кстати, в наш город они приезжают для участия в различных мероприятиях по 3-4 раза в год. Особенно любят проводить бои в Лидском замке. Нам он больше всего нравится, потому что это тот замок, который самый, наверное, боевой. Это действительно замок, который был построен для того, чтобы защищать нашу родину, а не для того, чтобы поддержать свой статус. Поэтому этот замок нам очень приятен, и мы рады всегда приехать в Лиду, повоевать. Те, кто пришел на рыцарский турнир в Лидский замок во время празднования Дня города, смогли не только увидеть рыцарские бои, но и насладиться средневековой музыкой. Она звучала в исполнении коллектива «Хардвуд» из Минска. В конце выпуска новости спорта. По традиции в августе в Беларуси проходит кубок Руслана Салея. Он проводится перед началом сезона национального чемпионата по хоккею. В этом году борьбу за кубок ведут 14 команд. Они играют в двух группах. Личане вошли в состав группы «Б». Соревнования проходят в формате однокругового турнира. По большинству выигрышных матчей определятся 4 финалиста. По два в каждой группе. На заключительном этапе кубка Руслана Салея в борьбу также вступят «Минская Динамо» и «Юность». Хоккейный клуб «Лида» уже провел два матча. К сожалению, в обеих потерпел поражение. От Могилева – 3-5, а от «Динамо Молодечно» – 1-4. Впереди у «Рыцарей» еще пять игр. На этой неделе в четверг они на выезде встретятся с Гродненским Неманом. После перерыва возобновляется чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге. 14-й его тур футбольный клуб «Лида» проведет на этой неделе в субботу. Дома он сыграет с «Оршей». Игра состоится на стадионе «Юность». Начнется она в 18 часов. Напомним, первый круг «Лида» завершила с 15 очками и на восьмой строчке в турнирной таблице. Будем болеть за наших хоккеистов и футболистов. А еще будем наслаждаться августовскими днями. Во вторник по Гродненской области ожидается до 25 градусов тепла. Затем жара немного спадет, но уже в пятницу и субботу вновь столбик термометра устремится к отметке в 27 градусов. Хорошо в такие дни у водоемов, но отдыхающим не стоит забывать о правилах поведения на воде. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова